внимательно да максим слушал максим меня александр зовут я представляю компанию пара трейд звоним так как вижу вы ранее проходили тест на выявление своего потенциала как трейдера правильно понимаю да правильно понимаете отлично вижу то что у вас максим неплохие результаты и в целом есть потенциал чтобы заниматься трейдера заниматься трейдингом вы не скажите вы сотрудничаете возможно с какими-то компаниями либо новичком являетесь я увечок новичок понял ранее опыта серии инвестиций у вас не было что для себя максим в данный момент осматривается смыть в а что можно рассматривать перри инвестиции рассматривать а что можно там рассматривать например обучение результат какой заработок конечно результат заработок ну вот тоже тогда какой-то глупый вопрос нормальный вопрос потому что нет потому что есть люди которые приходят обучиться и да я задаю этот вопрос конечно поэтому я задаю этот вопрос я бы его не задавал если бы такого бы не было только узнать анатомию человека ну этого неправильный пример приводить но почему потому что человек идет учиться тренингом хорошо давайте не будем с вами спорить давайте не будет с вами спорить в целом если вам интересен заработок я понял я вас услышу понимаете как здесь люди вообще работают зарабатывают естественно продал подешевле купил подороже захотел просто выложил на долгосрок правильно то есть купил дешево продал дорого разницу положил себя в карман абсолютно верно вас какой вид инвестиции интересуют краткосрочная долгосрочная больше всего интересуют акции наших отечественных компаний хорошо задам немного по другому вопрос вас интересует заработок чтобы вы выводили прибыль один раз в неделю в месяц либо это заработок один раз квартал в полгода допустим у раз в месяц например раз в две недели разбить разы как зарплата приблизить ну да можно я понял хорошо хорошо максим какую сферу какой горизонт инвестиций для тебя рассматриваете максимально минимальный максим ну для каждого человека минимальная сумма могут быть разные для кого-то минимальная сумма инвестиций это сто долларов а для кого-то тысяча долларов сначала надо научиться правильно оперировать крупными суммами надо сначала иметь представление так поэтому я же вам и говорю сюда люди приходят соответственно обучаться поэтому я каждому клиенту говорю который хочет начинать каких-то больших сумм для начала ему нужно будет посмотреть как работает рынок вот вы бы сами с какой суммы хотели бы начинать торговать 1025 рублей 1025 но я понял то что не доллара хорошо вот как этой суммы в целом и можно открыть минимальный счет он даже немного меньше это порядком 18 с половиной тысяч рублей то есть вы открываете минимальный счет на 250 долларов давай им будет закреплен что это максим за лист это аналитик со стажем более десяти лет его задача вас обучить показать как работает рынок давать вам торговые сигналы давайте вам понятие соответственно как и сколько на этом можно заработать вот в этом заключается и вот соответственно работа то бишь вы будете не сами открывать эти сделки потому что вы в целом нет ничего и понимаете ну пока что учиться вот а вместе с этим специалистом он будет обучать показывать рассказывать как и что работает давайте чтобы сами подытожить вы пришли в эту сферу чтобы зарабатывать хотели начать с минимальной суммы инвестиций и торговать на каких-то российских акциях правильно я понял естественно все замечательно для себя только российский рынок рассматриваете ничего европейского азиатского не хотите начало начнем с российского рынка вы так считаете почему потому что вы думаете если российский рынок то это дешевле не так не считаю желание такое хорошо желание так хорошо как говорят желание клиента это закон поэтому хорошо ходить с российского рынка начать отлично ну в целом смотрите максим чтобы вам более детали рассказать посмотреть как работает компания да на каких условиях нам нужно будет присесть вами за компьютер за телефон за какой-то гаджет чтобы мы с вами рассмотрели всю эту информацию и я для вас подобрал более надежный соответственно вид торговли вы могли с вами открыть соответственно счеты допустим с завтрашнего числа вы могли уже приступить к самой работе к обучению к самой торговли да хорошо у меня компьютера под боком включен отлично здесь смотрите у меня есть ваша почта давайте мы с вами и сверим так 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 почта вог 1969 собака rambler.ru она самая она самая заходите на почту я вам отправлю необходимое письмо которое нам нужно будет давайте минуту да 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 пока заходите а где вообще серии узнали друзья знакомые торгуют либо в интернете в интернете в интернете я понял с нами вообще кем работает кем трудитесь серии услуг серии услуг что-то чините кому-то что-то помогаете делать помогаем помогаете я понял вот именно совершенно верно это я открывать письмо вот и у вас там будет первая ссылка где написано вы можете получить подробную информацию если перейдете по этой ссылке самым письме там у вас будет написано первое вы можете получить подробную информацию если придете на это по этой ссылке и будет ссылка на сайт на сам сайт перешли до перешел отлично а так смотрите нам нужно будет опуститься чуть ниже где написано вы можете получить вернее там где написано 6 причин выбрать пара трейд чуть ниже вот когда переходите на сайт написано вы можете 6 причин выбрать пара трейд ну вижу вижу вот давайте по причинам я вам расскажу ну почему я почитаю это простая скажу так я же хотел бы вас ознакомить ну простая замануха любого сайта да это не простая замануха любого сайта что такое спрейд допустим вы понимаете примерно давайте знакомился с некоторыми этими хорошо кредитное плечо что такое понимаете на плечо разорить человека затем купить на кредит компания потом сказать что ничего не получилось и вы не правильно но видите вы неправильно все это знаете все это думаете а вы говорите сейчас хотите самостоятельно смотреть информацию давайте мы с вами пройдем всю эту информацию а там если у вас будут какие-то вопросы вы мне их зададите хорошо мы быстро все это пройдем первое смотрите это у нас фиксированные спреды от 0 3 пунктов спред это комиссия которую берет брокер она может быть фиксированная может быть плавающая у нас на фиксированная является минимальной соответственно эта комиссия составляет пять сотых процента например вы купили активов на 100 рублей со старой углей мы взяли пять сотых процентов и это единственная комиссия которую соответственно есть у брокера завод за вывод среза удержание сделки перенос в следующий день комиссии никаких нету второе это у нас быстрый вот и вывод срез соответственно деньги когда вы вводите на кошелек они у вас приход на протяжении двух-трех часов если это карты на протяжении 24 вам как бы было было удобнее деньги выводить на карты на кошельке чем пользуетесь расчетный счет расчетный счет это что эта карта у вас нет расчет мой расчетный счет который находится в банке но можно выводить деньги на карту вы не укажете же при выводе номера расчетного счета можно у меня скажу мой расчетный счет когда я буду оформлять брокерский счет правильно нет не скажу потому что важно открывать пикаде на ячейка в банке там нету такого сегрегированная расчетная ячейка в банке открываются заявлению клиентов брокером в банке открывает брокер 39 федеральный закон ну смотрите услуги он их знаете я на кону я говорю говорю я сфере услуг работают а с юристом помогаю людям решать программу вы вы работали с европейскими компаниями вы знаете как это все устроено вы разве европейская компания ну конечно мы и а у вас вот написано все про что на страны шинги у вас вот на сайте есть европейская дом 8 а это я здесь нахожусь на территории российской федерации как какая организация правильно значит вы налоговый резидент абсолютно неверно почему неверно объясните мне потому что мы зарегистрированы в европе мы зарегистрированы в кинктауне это является международная офшорная зона европейская там зарегистрировали теперь мне как юрист объясните как вы могли зарегистрировавшись к кептауне как вы говорите арендовать офис в басне федерации где даже находится министерство и ведомство государственное вот так вот очень просто как вы могли купить могли купить офис понимаете на основании закона номер на основании вы должны купить предоставить какие-то документы какие но водку купил кто-то офис под квартиру а мы здесь арендуем офис понимаете арендуем на основании чего на основании вот того то что мы его арендуем на основании чего на основании каких-то документов правильно да ну нет это не то нет то есть вы пришли туда не заключая договор снимаем офис я его не снимаю я за него не плачу я специалист вот соответственно мой дело и хорошо вы работаете в этой компании какая у вас правовая форма собственности какая что правовая форма собственность вашей организации но я не специалист юридического отдела и п пау не нету такого у нас у нас есть место другой регистрации но вот так вот понимаете много человек вот участники говорите нарушая все законы российской федерации включая незаконную абсолютно ничего абсолютно ничего не нужно мы просто работаем не просто работаем через офшорная зона понимаете если у вас нет орхонной зоны известительства а регистрации вы можете о аргистрации я могу иметь зарегистрирована любой офшорной зоне но на территории российских Федерации, вы должны быть зарегистрированы как налоговый резидент. То есть у вас должно быть МНН, ОГРН. Нет, а мы не платим налоговый. То есть вы занимаетесь незаконно-трудовой деятельностью территорией Российской Федерации? Так выходит? Можно так сказать? Можно это все... То есть вы сейчас мне звоните как мошенник? Это офшорная зона. Абсолютно не так. Как? Ну как? Вы сейчас сами признали, что вы не платите налоги, что вы здесь не зарегистрированы, зарегистрированы черт знает где. Я вам сказал то, что это все платится через офшорные зоны. К офшорной зонам вы должны, занимаясь здесь трудовой деятельностью, платить в бюджет Российской Федерации. Иначе вы, если вы как резидент Российской Федерации 13% подоходного налога, а как нерезидент Российской Федерации до 40%. Это законы. И вы его, значит, нарушаете. Вы меня слушаете? Я лично его плачу. Я ничего не нарушаю, Максим. Ну вы сейчас даже не можете назвать формулу. Очень просто. Вот берите любой договор с вашим клиентом. Любой, просто любой. Открывайте его на последней странице. Есть подпись клиента и его данные. И есть данные ваши, где ваша подпись, ваша разговорка, печаль. И там должно быть написано. Открытые у нас приходят. Огры. Не открывают счет. И нет у нас ни ННН, ни Огры. Я вам объяснил. То есть вы феористы. И вы предлагаете мне завести 200 долларов. А что вы такое несете? Ну как это? Вы сейчас сами признались в открытым текстах, что вы здесь не зарегистрированы. Работаете незаконно на территории Фактической Федерации. Офис снимаете, не знаю по каким документам. Из этого делаю вывод, что вы просто мошенники. Ну я могу сделать из этого вывод, что вы не разбираетесь в этой сфере. То есть я как юрист не разбираюсь в этой сфере, да? Нет, вы не как юрист. Вы не разбираетесь в сфере инвестиций. Почему? Мы сейчас говорим не про сферу инвестиций. Значит, исходя из этого, я могу сделать вывод, что вы плох в сфере инвестиций. Я плох в сфере инвестиций. Вы совершенно правы. Ну а я плох, значит, в юридической какой-то сфере. Я вам даю помощь. Как узнать? Законно вы работаете или нет? Взять любой договор, любого клиента. Хорошо, давайте я обязательно вам перезвоню. Договорились? Хорошо, договорились. Завтра когда могу вам перезвонить? В течение дня. Хорошо, давайте обязательно. Приготовьте мне три документа, я вам скажу какие. Это ИНН, ОГРН вашей компании. Образец договора между брокером и клиентом. ИНН же на брокерскую деятельность на территории Российской Федерации и Центробанка России. Мы не можем этого получить, но никак мы не можем этого получить. 39 федеральный закон, вы откройте его, почитайте, очень внимательно. А, Максим, ладно, давайте я скажу это все юридическому отделу, мне, если что, отправят. Завтра заберу. Давайте, давайте, да. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Давай.